Взгляните на эти кадры. Это американская система противовоздушной обороны «Патриот». Стоимость одной такой ракеты — 3 миллиона долларов. Скорее всего, такая система может быть предоставлена Украине для защиты воздушного пространства. А это «Шахид-136» или в российском наименовании «Герань-2». Стоимость одного такого аппарата достигает 30 тысяч долларов. «Шахид-136» принято называть дроном «Камикадзе», но если смотреть с технической точки зрения, то это самолет-снаряд или брожирующая ракета. Из-за своей небольшой стоимости и простого производства «Шахид» стал настоящей головной болью для украинского командования. По сути, использовать системы ПВО против таких аппаратов невыгодно, ведь одна ракета может иметь ценность 100 таких самолетов-снарядов. Но дело даже не в цене. Рассказываем, почему дроны «Камикадзе» так тяжело сбить и как ВСУ может решить эту проблему. Сама концепция «Шахидов» близка к немецким ракетам «Фау-1» и «Фау-2» времен Второй мировой войны. С развитием технологического прогресса двигатель в таком типе ракеты усовершенствовался, а новые разработки сделали эти самолеты-снаряды более эффективными и точными. Но при эшелонированной ПВО их использование вызывает сомнения. «Шахид» слишком шумный, достаточно медленный, его легко заметить с земли, он не может менять траекторию во время полета, целится только в стационарные цели и может нести от 5 до 30 килограммов взрывчатки. А это не очень много. Почему же российское командование все же решилось на использование этого оружия? После распада СССР доктрины западных стран изменились. Больше не было необходимости так интенсивно развивать системы противовоздушной обороны из-за низкой вероятности масштабных конфликтов между технически оснащенными армиями. Поэтому тактическое ПВО многих стран было сокращено. Этой лазейкой воспользовались иранцы, которые в гаражных условиях наладили массовое производство дешевого оружия, способного проникать вглубь вражеской территории и наносить очень чувствительные удары. Так, например, в 2019 году были произведены атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. США тогда возложили ответственность на Иран, который поддерживает вооружением движения хуситов в Йемене. Добыча всей саудовской нефти после атаки на какое-то время сократилась на 50%. Завод был защищен системой ПВО «Скайгард», но она показала свою несостоятельность против группы небольших низколетающих дронов. У Украины есть старые советские системы ПВО, но значительная их часть была уничтожена в первые месяцы войны. Поэтому для борьбы с шахидами и крылатыми ракетами в воздух поднимаются истребители, стоимость которых достигает десятков миллионов долларов. Так, по утверждению журнала «Милитари Воч», российское ПВО сбило два украинских самолета, которые преследовали шахидов. Первоначально самолеты-снаряды планировалось использовать на фронте для уничтожения армейских складов, артиллерии и западных поставок оружия. Но для этого шахиды должны работать в связке с другим, более уязвимым, дронным разведчиком. С назначением главнокомандующего СВО Сергея Суровикина тактика российских военных изменилась. С 10 октября вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Для таких ракет это самая удобная мишень из-за постоянных координат. В такой ситуации у украинского командования появляется дилемма – либо сбить группу из 20 шахидов, использовав при этом дорогие ракеты, которые могли бы пригодиться против российской авиации, либо же эти шахиды уничтожат критическую инфраструктуру, на ремонт которой может потребоваться много ресурсов. При этом шум от двигателей шахидов в городах также оказывает психологический эффект на людей, а не слышит приближающийся взрыв. Можно ли сказать, что иранцы изобрели доступное супероружие? Нет, нельзя. Эффективность таких ракет заключается в новизне. Так же, как и сейчас, практически нет новостей о точных попаданиях «Хаймарс» по российским складам. Так и шахиды перестанут массово поражать цели в Украине. Что украинцы для этого могут предпринять? Во-первых, западные страны уже заявили о поставках системы ПВО. Несмотря на стократную разницу цены между ракетами ПВО и шахидами, это серьезный шаг в защите украинского неба. Также моментальный эффект могут дать системы радиоэлектронной борьбы, глушащие GPS-сигнал и зенитно-ракетные комплексы малой дальности. Некоторые эксперты также советовали сбивать шахиды с помощью автоматов. Это могло бы помочь при условии, что стрельба не ведется в плотной городской застройке, иначе ракеты можно подстрелить, но сам боеприпас не сдетонирует и может попасть в жилые дома, принеся еще больше жертв и разрушений. Если же говорить о системном подходе к борьбе с такими боевыми летательными аппаратами, то, скорее всего, эффективным решением будет совмещение цифровых технологий с зенитно-пулеметными установками. Как это бывает практически с любым вооружением, эффект новизны пройдет, и украинцам станет понятно, как следует оборонять критическую инфраструктуру, но для этого нужно время. Стране придется ждать очередных поставок оружия от Запада, это может растянуться на несколько месяцев. А пока все, что остается делать Украине, обороняться всем, что есть в запасе, и обороняться грамотно.